19 мальчишек и девчонок собрались в Ленинской администрации. Школьники и гимназисты Бреста, наиболее успешно проявившие себя в учебе и общественной жизни, удостойны чести получить паспорт гражданина Республики Беларусь в особо торжественной обстановке. Нам есть кем гордиться и этих ребят мы сегодня пригласили. Это ребята, которые отличились и в общественной жизни и значительные, имеют успехи в учебе. Ребята получат сегодня национальные паспорта, свой первый национальный паспорт. Мы, конечно, хотим сделать это большим праздником, вручать паспорта, первые паспорта нашим гражданам. Это очень почетно, очень ответственно, поэтому, конечно, присутствует волнение. Церемония началась под звук государственного гимна. С приветственным словом выступил глава администрации Ленинского района города Бреста Александр Власовец, который отметил, что молодежь – это будущее нашей страны и пожелал юным брещанам успехов во всех начинаниях. Из рук Александра Андреевича 19 учащихся школы гимназии получили самый важный документ в жизни каждого гражданина – паспорт, а также памятную книгу «Я – гражданин Республики Беларусь». Это мероприятие довольно-таки важно, ведь мы впервые получаем паспорт, нам уже исполняется 14 лет, и мы становимся почти полноценными гражданами Беларуси. После торжественного мероприятия ребят ждал диалог с первым заместителем председателя правления Брестской областной структуры Белорусского общества знания Светланой Тюгой. Она познакомила школьников с удивительной коллекцией, изданием Конституции Беларусь, разных периодов истории и основных законов зарубежных стран. У меня зародилась такая идея, чтобы коллекционировать основные законы зарубежных государств для того, чтобы проанализировать содержание, структуру. Чем отличается, например, Конституция Соединенных Штатов Америки от Конституции Франции, Конституция Франции от Конституции Германии, ну и так далее и тому подобное. И это вылилось вот в такую коллекцию. Во время диалога многие школьников признавались, что Конституцию листать еще не приходилось. Но теперь будет повод познакомиться с документом поближе. Ведь именно вместе с паспортом в подарок каждому был экземпляр новой Конституции Беларуси.